Здравствуйте. Вот, и было такое название для людей, ученых, которые занимались звездами, звездочет. Они вроде как должны были звезды пересчитывать, да, пересчитать все звезды на небе. Вообще-то по науке это называется составление звездных каталогов. Этим действительно исходно занимались астрономы, да, вот, в Древней Греции еще, да, в составлении каталогов, я вот помню каталог, так сказать, Гепарха, еще какие-то, помню, в голове пролетали каталоги, название каталогов звездных античных времен, и еще изучение вращения Земли. Вот они изучали, изучали, древние астрономы следили, как солнышко поднимается над горизонтом, и нашли день, такой называется он, день лентнего солнцестояния, когда самая коротенькая тень в полдень от палочки, от гномана, и вычислили продолжительность года, вот такие вот фокусы. Ну вот, ну и сейчас этим продолжает заниматься наука астрономии, и мы сегодня вот как раз о, как скажем так, исходной астрономии, наука первозданная, да, вот как астрономия первозданная, что-то такое хочется художественное сказать в качестве названия, а в гостях у нас как раз специалист по составлению звездных каталогов, Евгений Николаевич Федосеев, кандидат в физмат-наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Паула Карлча Штернберга, Московского государственного университета, вот есть такой замечательный астрономический институт в Москве, да, а Паула Карлча, он когда-то в 1905 году помогал революционерам, создавал, так сказать, карту Москвы. Да, и прятал оружие в часовом подвале. И прятал оружие? Известнейшая байка. А, там, где часы очень точные, да? Да, и он туда не пустил полицейских, потому что, значит, всё время по всей России изменит ход, если вы часы потревожите. И спрятал там оружие. И полицейские ушли. А оружие, значит, не мешало времени в России измениться? Ну, понятное дело. Ну, да ладно, всё-таки, значит, сначала звёздных каталогов. Сколько сейчас звёзд на небе уже известно? Ну, их, так сказать, как говорится, они непрерывным образом. Но вот самые большие каталоги, с которыми я работал, составляют миллиард звёзд. Миллиард звёзд. Это про каждую звезду, значит, координаты звезды? Да, есть таблицы. Ну, естественно, в интернете они вписаны в виде. И не посмотришь. Не посмотришь. Да. Это вот один из самых больших. Я просто считал её в виде файлов в машинах. Распаковал и выполнял некую работу, в основном подсчитывая, нам нужно по работе было так сделать, выяснить, каково должен быть размер кружочка на небе, что вот мы в нём посмотрим, чтобы хотя бы сколько-то звёзд там из этого каталога было. И какой же оказался размер кружочка? Ну, примерно минуты три. Угловых минуты, да? Минуты три, ну, причём разница колоссальная. Бывает там вот этих трёх минутах две звезды, одна звезда, а бывает, что и триста. Вот так вот. Да, потому что есть богатые области, есть бедные. Кроме того, когда очень богатые области, то даже хорошие приборы, не способные звёзды отделить друг от друга, они сливаются в некий фон. Ну, там, где вот такие зоны, где очень много звёзд. Это, наверное, центр галактики, нет? Ну, не обязательно. Где скопления звёздные вообще? Или, так сказать, ну, именно в близи Млечного пути есть такие вот созвездия Лебеди там и так далее. Ну, они, видимо, действительно так плотно расположены в пространстве? Или это так они наложились? Нет, в пространстве звёзды плотнее всего расположены в так называемых шаровых звёздных скоплениях. Там действительно расстояние, но всё равно они во много раз больше, чем размеры самих звёзд. Ну, естественно, естественно, нет. Но вот самые плотные шаровые звёздные скопления, современная техника не способна разделять их на звёзды полностью. Они выделяют звёзды с краёв, а в середине получается некое светлое пятно. Хотя там на самом деле звёзды. И по мере совершенствования приборов разрешающих, там их прибавляется очень сильно. Там шаровые звёздные скопления содержат очень большое количество звёздных. А вот про звезду-то вот в вашем каталоге, там кроме её координат, наверное, ещё яркость известна, да? Блеск. Причём это очень сложный вопрос, блеск. Потому что разные приборы по-разному, разный цвет, у звёзды, во-первых, разного бывают цвета. И потом вот один прибор, у него один спектральный характеристик, у другого прибора другие спектральные характеристики. Он запишет, сколько там этого квантов цвета получил, и другой запишет. А они будут не согласованы. Вот две звезды вроде бы одинаковые, а один прибор показывает, что у них яркость одинаковая, а другой, что нет. Потому что они в другом диапазоне. Кроме того, звёзды меняют блеск. Очень много звёзд, которые блеск меняют. Кто-то слабо меняет, кто-то очень сильно, и наперёд это неизвестно. Поэтому эти работы обязательно продолжаются. Нельзя сделать одного раза. Вот сколько в небесной сфере квадратных градусов? 41 тысяча, там, и 270. Там, если помножить, там, 4 ПД на Родианы, там, получается 41 тысяча с чем-то квадратных градусов. 41 тысяча квадратных градусов. Ну, здоровье, там, 41 тысяча. А вы говорите про сколько миллиардов звёзд уже? Один миллиард. Один миллиард. Один миллиард на тысячу – это один миллион. Один миллион на сорок – это будет 25 тысяч на квадратный градус, да? Ну, примерно. 25 тысяч на квадратный градус. Вот. А в квадратном градусе, соответственно, 3600 квадратных минут. Секунд. А, 3600 квадратных минут, да. А в каждой минуте 3600 квадратных секунд. И вот надо три угловых минуты, да? Да. И вот там бывает, обязательно бывает. А зачем это было нужно заказчику? Ну, во-первых, это секрет. Во-первых, секрет. Хорошо. Но могу сказать. Скажите. Секрет это такой полишинель. Так. Это делается для того, чтобы определить, куда направлен летучий корабль. Вот раньше все были датчик звезды Канопус на баллистической рейтинге. Да, так запускали, да. И грешным делом я тоже участвовал в этом, так сказать, составлении соответствующих каталогов для такой операции. Но сейчас делается как? Сейчас же мы не можем вертеть корабль, как хотим. Вот ему нужно, он фотографирует какой-то очень небольшой участок неба. И в нем должны быть звезды, должны быть звезды, такие, по которым можно определить координаты, скажем, спутника. Звездный каталог такой у него в компьютере. Да, должен каталог, то есть вот эти списки звезд... Поэтому все определяет, как он на небе. Должно разделить, на квадратчике, на кружочке разделить. Но может быть такая ситуация. Вот мы видим спутник, мы сфотографировали его, а у нас нет ни одной звезды из каталога. И мы не можем определить координаты спутника. А, на небе. Если поле зрения у нас маленькое. И вопрос стоял там, а какой должен быть минимальный размер поля зрения, чтобы мы всегда, куда бы ни направились, могли бы определить, что там вот столько-то звезд из каталога, потому что по одной звезде координаты определить нельзя. Их нужно примерно там 10-15. Значит, площадь должна быть побольше. Вот. То есть вот какой, значит, должен быть размер приборов... Это система слежения за спутниками Земли. Причём летучая должна быть, она должна быть в автоматическом режиме. Ну, можно и наземную делать, но по-разному. Всё равно нужно знать, какое должно быть поле зрения, чтобы уверенно определять, как спутник, где спутник расположен. А вот вторая задача классической астрономии – это изучение вращения Земли. Да. Вот древние греки определили, что в среднем 365 с четвертью суток не проходит между двумя вот этими летними состояниями. Прецессию открыли. Так. Это как? Вообще изобретение. Ну-ка, 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 ну-ка. Прецессия – это смещение точки весеннего равноденствия. Так. Ось Земли описывает в пространстве конус с диаметром там 27 градусов, получается наклон эклиптики к экватору. Поэтому у нас получается зима, лето и это самое, и... Ну, это не за счет прецессии, за счет того, что он поворачивается. За счет даже, да. Но вот этот момент... Но он не прецессирует. Да, но момент вот этого самого момента равноденствия, он смещается. Примерно на минуту в год. Ага, это значит скорость прецессии сколько же получается? Получается, 27 тысяч лет делает круг. 27 тысяч лет. Это, кстати говоря, имеет некий далеко идущий вывод. Конечно. Вот сейчас полярная звезда. Ага. А через там сколько-то тысяч лет будет другая звезда. Да это ладно, полярная звезда, для вас, для звездочетов и для тех, кто ориентируется по, значит, звездам, на самом деле это очень важно. А на самом деле вот летом, когда у нас лето в северном полушарии, то Земля находится к Солнцу ближе, чем когда летом... Да, потому что эксцентриситет земной орбиты существует. А вот тогда уже будет наоборот. У нас будет лето. Не только в этом. Кроме того, орбиты Земли вытянуты. И вот этот самый, называется, как это называется, перигей... Апогей-перигей. Нет, Апогей-перигей это для спутника. Афелий и... Афелий и... Афелий это самый далеко от Солнца, и перигейли ближнее Солнце. Так вот эта линия Афелия-перигейля называется линия... Ой, боюсь, оговориться. Большая полуусельница. Большая полуусельница. Она тоже немножко смещается. За счёт особенностей небесного механика. И за очень-то большое тоже тысячелетие у нас будет получиться через сколько-то тысяч лет у нас поменяется. И у нас, например, зимой, зимой, солнце будет дальше, чем летом. То есть, наоборот. И зимы в северном полушарии будут холоднее, чем в южном полушарии. А в южном станет веселее. А сейчас, на самом деле, в южном полушарии зимы холоднее, чем у нас. В Зонтарките холоднее, чем у нас в Арктике. Холоднее, да. А тут вот пройдёт там 10 тысяч лет, и будет всё наоборот. Колесо судьбы свершил наоборот. Ну, это всё, так сказать, теория, создаётся небесная механика, но это самое... Посмотреть, конечно, тоже не мешало. А вот в течение года как вот быстро меняется скорость вращения Земли? В течение года, вот, она меняется неравномерно от надборжей, методисений, там, от каких-нибудь ещё явлений. И в общей сложности набегает примерно немножко меньше секунды в год. Неравномерность. Неравномерность, а, ну, момент времени. То есть, получается, что Земля замедляется, в основном из-за приливного трения от Луны. Но не всегда. Бывает, что и нет. Потом был замечательный этот период, 7 лет. Примерно с 2002-го, по-моему, по 2009-й год, или 2010-й, или 2011-й. Не было замедления вращения Земли. 7 лет подряд. Мы эти таблицы получали, и мой один коллега с юмором так сказал, что вот если выстроить вот это самое... Это же неравномерность вращения является давно, она ещё с этого, с тех пор, как стали хорошие часы, ну, где-то с 50-го года. И такой график, вот он, Земля замедляется, Земля... А здесь вот она не замедляется, получается парабола. Вроде бы, Земля стала крутиться быстрее. А из чего это? Да. И тогда мой один коллега сказал, значит, на Землю действует сила. А какая? Я говорю, божественная, конечно. Между прочим, действительно непонятно, потому что приливное взаимодействие по-прежнему действует. Да, но есть какие-то другие факты. Земля не замедлялась 7 лет, а по часу опять пошла замедляться, и вот ближайшее лето, вот 6 июня, будет коррекция на одну секунду, потому что набежала уже почти там 8 десяток секунд, уже набежала. То есть прекратилось это действие, и опять Земля замедляется как положено. А через сколько же тысячелетий Земля остановится, заметно замедлится в её вращении? От Луны-то? Да. Ну, я боюсь посчитать. Ну, в общем, там небесные механические, так сказать, расчёты показали, что в конце концов дело кончится тем, что Земля и Луна будут обращены друг к другу одной стороной и вращаться вокруг общей оси, и тогда, естественно, уже больше замедляться не будет, потому что скорость вращения Земли будет равна скорости обращения Луны. Месяц. Ну, месяц будет длиннее, там, раза в три, по-моему. То есть вот сутки у нас будут 90 дней? Ну, нет, раза в три. Почему 90 дней? Сутки будут... Месяц, вы говорите, будет... А, ну да, да. А мы же будем вращены в сутки? Да, да, да. Ну, это, конечно, будет очень нескоро. Гораздо веселее произойдёт замедление вращения Земли от того, что растает из-за потепления климата. Лёд на Тарктиде растает. А, а почему замедление? Он что? А, он стечёт... Он стечёт к экватору, момент инерции увеличится, Земля станет крутиться. У меня там какой-то корреспондент как-то приходил, я ему приблизительно посчитал, получится, что длительность суток изменится примерно на какие-то там секунды. И вообще разница между годом этим Юлианским и Григорианским уже будет совсем другой. Больше будет? Ну, я так быстро на взгляд не могу, но, в общем, изменится это соотношение. И это всегда аргумент у меня был, когда к нам любители присылают вечные календари. Есть такое психическое расстройство, человек изобретает вечный календарь на 10 тысяч лет и присылает его куда? В астрономы, чтобы мы его, естественно, внедрили во всём мире, причём немедленно. Немедленно. Я ему такой пишу ответ в таких случаях, что, уважаемый товарищ, ваши расчёты, конечно, интересны, но скорость вращения Земли меняется из-за таяния льдов. И уже расчёты будут совсем другие. Кроме того, если такой вечный календарь попытаться внедрить, то религиозные разногласия между людьми во всём мире и без того обострятся. И поэтому не нужно никакого шума по этому поводу поднимать. Вот так. Мы же психи иногда сами приходят, приносят вечные календари, даже модели вообще. Когда я был молодой, это чуть ли не каждый месяц случалось, сейчас поменьше стало. Но всё равно заходят, придумывают вечные календари, есть такое развлечение. Ну как, вечные двигатели изобретают? Вечный календарь изобретают. Ну и, естественно, это самое, как его, теорему фирма доказывает, но это не к нам ходят они. А вот и с вечным календарём не к нам, а с вечным календарём к нам ходят, конечно. То есть это календарь, который всё время будет поддерживать день летнего равноденствия, весеннего равноденствия в один и тот же день, да? Нет. Для церкви это важно именно это, для христианской церкви, потому что первое воскресенье после первого полнолуния, после дня весеннего равноденствия. Да, да ещё, чтобы не попадалось с еврейской Пасхой. А. Там очень сложно. Не, но он не попадёт у евреев в субботу Пасха. Нет, но через неделю, не в этот же день. Не в этот же день. Обязательно через неделю. А. Вот. Там очень сложно это самое. Причём смешное такое ещё есть такое. У меня брат тоже немножко этим вопросом занимался, он математик. Самое интересное не в этом заключается. А в том числе, что вычисление Пасхалий, когда должна доступить Пасха, делается не по фактическому движению Луны. И сейчас оно даже и не соответствует. Первое новолуние не в том смысле, что оно на самом деле происходит. Полнолуние. Ну, в общем, по некоторой таблице, которая была составлена, когда утверждали этот закон. И тогда таблицу утвердили. Когда астрономия была менее современна. Да, и вот таблицу утвердили там где-то во время Никейского собора в 300-м где-то году. И по этой таблице Пасха вычислять, а не потом как движется Луна. Так что если, например, на Луне какие-то изменения пройдут, и она начнёт двигаться по-другому, Пасху будут вычислять по таблице, а не по фактическому положению Луны. А какие дела-то? Вот как. Тогда утвердил, ну, там было, как это называется, соответствующее собрание, утвердили правила и их соблюдают. Правила Никейского собора. Да. И она действует. Не зависимо от того, как на самом деле движется Луна. Ладно, а для чего всё это нужно, вот ваша работа? Вот вы сказали, для ориентации по звёздам, да? Для того, чтобы относительно звёзд фиксировать пролетающие тела, спутники. Да, спутники, там мусор космический. По идее, за ним следить надо. Ну, в принципе, наверное, можно с хорошего датчика, который вне атмосферы, можно так астероиды регистрировать, да? Конечно. И так и делают. Да, 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 да. Так и делают. А как служба точного времени вы уже не востребованы? Потому что сейчас настолько техника шагнула, что каждый человек может купить себе прибор, который будет давать замечательное время. Не, но этот прибор-то даёт замечательное время, потому что он получает его со спутника. Да, стандартное время, да хотя бы GPS. Там же сидит высококлассный стандартный, GPS, и можешь на своём приёмнике получить точное время в любой момент. Никаких проблем. GPS, GPS. Никаких проблем. Глобал-позиционная система. Потому что уже иметь специальную лабораторию, которая этим занимается, уже не нужно. Поэтому мы наблюдения... Но, однако, коррекцию секунды от этого выводите... А это делается по спутниковским наблюдениям. Вот те же самые GPS, там производят вычисления, и положение Земли в пространстве, и, соответственно, её нейронномерность определяется по наблюдению спутников гораздо точнее, чем по наземным наблюдениям. А я-то в свою, так сказать, значительную часть жизни выполнял наземные наблюдения на специальном приборе, который называется пассажный инструмент. Он стоит, наблюдаем звёзды, регистрируем, ну, автоматически, конечно, на компьютере, регистрируем момент прохождения звезды, включаем их с показанием часов, получаем поправку часов. То есть вот сегодня, там, чуть раньше, чуть позже, там разница незначительная, там, десятые, сотые... А вот из механических часов какие самые точные? У нас в лаборатории стоят часы Пхетченко, российский инженер, который создал их в 50-м каком-то году, 55-м, 56-м. Это последние механические часы, самые точные. Там приняты меры для того, чтобы они были защищены от нейронной температуры, изохронность колебаний, потому что если маятник вы повесите, то период его колебания будет не такой, как неидеальный, а зависит от амплитуды. А для этого наверху сделана такая пружинка из трёх частей, одна длиннее другой. И тогда там вычисляется, соответственно, по теории упругости, соответствующее сочетание, что от амплитуды очень слабо зависит. От амплитуды очень слабо зависит. Плюс, значит, подзарядка делается как будильник электронным импульсом, внизу такая рамочка, ну, как маленькие вот эти будильники, ну, только больший маятник, метр имея длину. Потом, когда уже это не стало так актуально, везде стоят электронные кварцевые часы, мы этот прибор вытащили из подвала и повесили его для экскурсии. Потому что кварцевые часы, а ещё атомные часы, они настолько точнее, что механические часы совершенно здесь бесполезны. Это только для демонстрации. Для демонстрации. Вот эти часы Фетченко у нас стоят в лаборатории. Вот. И сколько вот. Вот. Их поставили, когда он его сделал. Я ещё там не работал. В 58-57 году. А вот, скажите, вы сказали, что от землетрясения зависит частота, ну, период обращения Земли, да? Ну, да. Это значит, во время землетрясения такие большие массы, да, меняют своё расстояние от оси вращения, что это сказывается на частоте вращения. Значит, если это опускается вниз, то Земля будет ускоряться. Это значит, в тот период времени, когда не тормозилась Земля с 2000 какого-то года по 2000 какого-то года. Может быть, какие-нибудь там особенные землетрясения. Там где-то в глубине, значит, какая-то усадка происходила. Очень может быть. То есть, которая компенсировала проливное трение. Есть такие учёные геофизики. Очень их много, гораздо больше, чем астрономы. Так. Вот. И они вот эти, по данным вот этого вращения Земли, огромное количество теорий создают, прибавляя туда антиболитрясениях, а там агрометрические данные, и разводят отчаянные теории, как что в Земле устроено, как всё это происходит, и как это всё интерпретировать. Поскольку это очень такая сложная статистическая работа, без ними нет единства. Каждый по-своему это интерпретирует, у каждого своя модель. Один товарищ такой приходил, он настоящий учёный, но очень настырный. Он принёс вот такую папку, где у него собрано землетрясение там лет за 50. И вот он мне пытался огромные графики показать, вот как они согласуются с нейронамерующим вращением Земли. Ну, знаете, там 50 графиков с огромным количеством точек и кривых. И так вот он-то, может быть, там что и видит, а я не вижу. То есть на самом деле учёных, которые вот исследуют эти вот процессы, очень много, и между ними нет единства. Но, в общем-то, общие рассуждения такие, что это один из основных, так сказать, один из основных поводов. Плюс ещё вот есть другой учёный у нас говорил, что это очень важно, связанно с выпадением листвы, и лист поднялся. И сток северных рек ещё, да? Да, сток северных рек, опадание этих самых листьев, ураганы, и всё надо статистику наводить. Пыль поднимается по стратосферу. Ну, конечно. От извержения вулканов. Да, то есть вообще-то причин очень много, но они вообще в разные стороны, во-первых, действуют. А во-вторых, их все учесть достаточно сложно. Потому что... А данные о вращении Земли, положение Земли в пространстве, спутники даёт в непрерывном режиме. И сейчас, так сказать, не надо садить там, глазом наблюдать, там, регулировать чего-то. Это в автоматическом режиме получается. Я вот вам расскажу, я не геофизик, я просто, так сказать, вычитал, вот болтаюсь с разными учёными. Вот, так вот, вычитал такую вещь, что, оказывается, у нас, значит, ядро земное состоит из, ну, скажем так, внутреннего ядра и внешнего. Да, есть такое. Внешнее ядро, оно, вроде, как жидкое. А внутреннее ядро, в силу того, что там давление большое, оно твёрдое, кристаллическое. Так вот, само это ядро, внутреннее твёрдое ядро, оно, как бы сказать, два слоя имеет. Внутренний слой и внешний слой внутреннего ядра. Это вот две разных кристаллических фазы, да? Ну, вы знаете, у железного, а там оно железное в основном, две разных кристаллических фазы. И вот, возможно, происходит вот это вот изменение, переход одной фазы в другую фазу и превращение. Земля-то ведь остывает потихонечку, ядро остывает. Ну, вот оно, значит, вот фаза переход. Обрально, есть школа, что остывает или нагревается. Ну, оно всё время греется излучениями, там, уран, там, тория распадается. Ураны греются, и тепло там либо вниз идёт, либо вниз идёт. Теории же меняются. Не, ну, теории-то меняются, но распад-то происходит, значит, интенсивность распада уменьшается, куда деваться, он охлаждается. Да. Неоткуда взяться, кроме как вот за счёт ваших этих прерывных сил. Ну, да. Вот. Так вот, может быть, это с этим связано? Был, значит, период такой, что вот как-то уплотнялось ядро, и что-то такое тут происходило? Ну, по крайней мере, я не слыхал никакого конкретного доклада именно по этому вопросу. Не слыхал. А сейчас же в основном все в интернете пишут, докладов очень много, за всем не уследишь. Ну, да. Если бы какое-то было там уж действительно замечательное, убедительнейшее какое-нибудь доказательное, тогда бы, конечно, это широко обсуждалось. У нас полминутки осталось. Хотите что-нибудь на прощание сказать? Надо людям в астрономы идти? Я думаю, что нет. Нет. Потому что работа трудная, а оплачивается очень низко. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Вот. И слушателям нам, и зрителям нашим, спасибо за внимание. Вот видите, какая вот антиреклама науки. Не ходите, дети, в астрономы. Платят плохо деньги. Ну, а если нас какие властимущие слушают, вы уж, пожалуйста, побольше добавьте зарплату астрономам. И нам тоже, вот, телевизионным популяризаторам. Всего доброго. До свидания. Всех вам благ.